ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Они работали у знаменитого адвоката в разное время и по-разному отблагодарили наставника. Керенский сделал его министром юстиции во временном правительстве. Вышинский позволил ему умереть от пыток в застенках НКВД. И Павел Малентович стал далеко не единственной жертвой, неправосудно уничтоженной как раз в те годы, когда Андрей Януаревич, прозванный в народе Андреем Ягуаровичем, стал главным сталинским прокурором. И потому неудивительно, что мы помним Вышинского только как бессердечного и циничного палача, в то время как на самом деле большую часть своей жизни он занимался наукой и дипломатией. Неудивительно и то, что единственная дочь Андрея Януаревича, Зинаида, до конца своих дней вспоминала об отце именно как об ученом законоведе и блистательном ораторе, чьи речи, произнесенные в ООН, каждый раз вызывали фурор. Поразительно, насколько витиеваты иногда сплетаются нити человеческих судеб. В современной Польше один из крупнейших университетов в Варшаве носит имя кардинала Стефана Вышинского. Наш Андрей Януаревич был его родственником. Но насколько разные жизни прожили эти люди? Александр Януаревич Вышинский был сыном обрусевшего поляка. Он был, как говорится в официальных документах, аптекарь. На самом деле он был владельцем довольно большой аптеки, а владельцы аптек никогда бедными не были, потому что лекарства нужны всем. Мать учительница, культурная семья. И они переехали из Одессы, где родился молодой Андрей, по-польски Анжей. И переехали в Баку, и он там закончил школу. Учился Андрей блестяще и по завершении среднего образования без труда поступил в престижный университет Святого Владимира в Киеве на юридический факультет. Здесь молодому студенту прочили самое блестящее будущее. Он был умен, напорист, прекрасно воспитан. Говорил так, что заслушаешься, что для юриста весьма немаловажно. В общем, подавал надежды. Неудивительно, что родители его будущей жены Капитолины, которые поначалу были категорически против подобного мезальянса, жених-сын аптекаря, познакомившись с молодым человеком и получше узнав его, дали согласие на брак. Они соединяются. И с этих пор Капитолина Исидоровна верно следует за ним как тень. Как таковой она и осталась на всю жизнь. Она никогда не выделялась. Сознательно она это делала или была какая-то установка у самого Вышинского. Но так было принято в их семье. На первом плане всегда муж, жена сзади. О ней практически нет никаких упоминаний. Единственная дочь в семье Вышинских родилась в 909 году. Назвали ее Зинаидой. В переводе с греческого Зинаида значит «рожденная Зевсом». Не стоит думать, что уже в те годы Андрей Януарич ассоциировал себя с древнегреческим богом-громовержцем. Но позднее, на печально знаменитых открытых процессах против врагов народа, гром и молнии металлон весьма виртуозна. На процессе параллельного антисоветского троцкистского центра Вышинский закончил обвинительную речь такими словами. «Я обвиняю не один. Я обвиняю вместе со всем нашим народом. Обвиняю тягчайших паразитов, достойных одной только меры наказания – расстрела». На суде над Бухариным и Рыковым обвинительная речь в его исполнении звучала так. «Требует наш народ одного – раздавите проклятую гадину. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей. А мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем Великим Сталином». Но разбираться с врагами народа Вышинский начнет только в 30-х. Пока же он всего лишь студент, чьи помыслы чисты, а если и взбаламочены революционными идеями, то ведь и они направлены на исключительно цивилизованную борьбу за благо народа. «Это период, когда происходит размежевание внутри РСДРП. Оно делится на меньшевиков и большевиков. Андрей Януаревич, как человек более близкий к богатым сословиям, становится на сторону меньшевиков». Это позднее, после Октябрьской революции, меньшевики станут оппозиционерами, оппортунистами и вообще врагами. При царе-батюшке их сажали за решетку не реже большевиков. Встреча, которая произошла у Андрея Вышинского в бакинской тюрьме, вполне возможно, определила все его будущее. «Тюремная дружба, как известно, очень крепкая. Говоря языком современного мира, там семейники, семьями они там сидят, по два, по три, по пять человек. Я думаю, что вся последующая его жизнь, а его жизнь была очень интересной Вышинскому, по крайней мере, он заслужил шесть орденов Ленина. Это исходит из того момента, когда он сидел в одной камере со Сталином». Общеизвестно, что Сталин великолепно разбирался в людях. За тот год, что молодые революционеры провели в одной камере, Сталин Вышинского узнал очень неплохо, и раз и навсегда решил для себя, этот человек будет очень полезен. За всю жизнь Сталин только один единственный раз дал рекомендацию на вступление в партию. И человеком, который удостоился этой чести, был никто иной, как Андрей Вышинский. Причем произойдет это уже после того, как меньшевик Вышинский при временном правительстве займет в Москве вполне внушительный пост. И после того, как по будущей столице Советского Союза будут распространены листовки с приказом немедленно арестовать Владимира Ленина, подписанные лично Андреем Вышинским. Казалось бы, он должен был перечеркнуть всю свою карьеру вот этим необдуманным поступком в 1917 году. А нет. Сталин делал ставку именно на таких людей, кто имел на самом деле более или менее с большевистской точки зрения подмоченную репутацию. Сталину как раз и удобнее было управлять такими людьми, потому что этот компромат, который всегда лежит про запас, он может быть в нужный момент вытащен и использован. И человек, который знает о том, что подобная система существует, он как раз абсолютно лоялен и предан Сталину. И он служит уже, я бы сказал, не за совесть, а именно за страх. Позднее Вышинского в ходе очередных партийных чисток дважды будут исключать из партии большевиков. И дважды Сталин лично будет вмешиваться в его судьбу, требуя восстановить Андрея Януарьча в ВКПБ. К этому моменту Вышинский уже юрист с именем. Он поработал под руководством знаменитого Павла Малентовича. Он закончил аспирантуру Университета Святого Владимира и получил там профессорское звание. По тем временам это означало то, что он мог преподавать в любом высшем учебном заведении. Таких рядом со Сталином больше не было. Действительно, кто из ближнего окружения мог похвастаться тем, что знал хоть один настранный язык? Андрей Януарьевич говорил блистательно на родном языке отца польском, кроме этого хорошо говорил по-французски, знал немецкий и английский. У него вообще было очень неплохое образование. Юрист был очень хороший. И опубликованы были тогда еще его адвокатские речи по уголовным делам. Эти речи, вот так говорят объективные юристы, блистательные. Но он поставил весь свой талант, конечно же, на службу совершенно негодящемуся делу. Поначалу ничто не предвещало того, что Андрей Януарьевич станет Андреем Ягуаровичем. Он много преподает, студенты с удовольствием слушают его лекции в различных институтах, а потом и в МГУ. В 1925 году Вышинский вовсе становится ректором этого главного университета страны. Он очень любил читать лекции, он очень любил общаться с студентами. Он изобилует гигантским количеством исторических примеров. Он цитирует на латыни, на греческом. Он прекрасно владеет этими языками. Он даже преподает где-то латынь. Он шутит. Он очень искрометен. И студенты валят на его лекции. Но в 1931 году в карьере Андрея Януарьевича происходит резкая перемена. Из кабинета ректора университета его прямым ходом переселяют в кабинет прокурора. Правда, сначала прокурора РСФСР. Но все равно назначение удивительное. Что преследовал при этом Сталин? Как обычно и бывает, мнения по этому поводу существуют прямо противоположные. Одни полагают, что Сталин уже тогда готовился к началу репрессий. И в качестве прокурора, то есть главного хранителя законности в стране, ему был нужен человек зависимый, управляемый. Вышинский со своим меньшевистским прошлым идеально подходил для этого. По другой версии, Сталину был нужен именно грамотный юрист, блестящий профессионал, который смог бы написать для страны ни много ни мало о новую Конституцию. До этого действовала Конституция, принятая в 1924 году. Конституция, которая начиналась со слов, что весь мир разделен на два лагеря, лагерь социализма и лагерь империализма, и что вскоре они сойдутся в борьбе. В новой Конституции выкинули фразы о мировой революции. Более того, упоминание о партии отнесли в 125-ю статью, в ту главу, где говорилось об общественных организациях. Но даже не это было главным. В новой Конституции, которая была принята в 1936 году и до сих пор известной историкам как Сталинская, в корне менялось положение о выборах. В России и до революции, и после нее в выборах участвовало далеко не все население. Выборы были многоступенчатыми. Сначала выдвигали выборщика низшего уровня. Эти люди, в свою очередь, выбирали еще одну порцию выборщиков. И только они уже имели право голосовать, избирая депутатов. По новой Конституции 1936 года выборы должны были стать прямыми. То есть все население страны напрямую избирало депутатов и партийные руководства. Причем избирали тайно. Ведь до этого голосование шло в открытую путем поднятия рук. Никому не надо объяснять, что именно тайна волеизъявления «Залог истинной демократичности выборов». Года спустя многие исследователи у нас и за рубежом говорили о том, что если бы Советская Конституция 1936 года начала действовать в полном объеме, это была бы самая демократичная Конституция в мире. Но заработать ей не дали. И в первую очередь потому, что выборы по новой Конституции должны были быть не только прямыми и тайными, но и альтернативными. В чем же тут дело? Сталинская группа, в которую входил Сталин, Молотов, Ворошилов, Аджинькидзе, Каганович и Андрей Януаревич, считали, что во многом невыполнение первой и второй пятилетки связано с одной простой вещью. Во главе крыкомов, обкомов, ЦК, Компартии Союзных Республик находились люди, которые великолепно себя проявили в дни революции, в годы Гражданской войны. Но у них не было образования. В лучшем случае это церковно-приходская школа либо еврейский хидер. Все. Человек с таким багажом знаний, да еще без привычки его хоть как-то пополнять, не сможет адекватно руководить, скажем, строительством Магнитогорского комбината. В таком деле на одном только партийном чутье далеко не уедешь. Нужно еще и кое-какие специальные знания иметь. Понятно, что этих малограмотных руководителей надо было убирать. Но как? Добровольно ведь никто не уйдет. И была изобретена единственная разумная форма – альтернативные выборы. После всех неудач в коллективизации, в индустриализации население весьма недолюбливало первых секретарей. И было понятно – первый секретарь не будет избран. И если бы так и произошло, не было бы того, что мы сегодня называем массовой репрессией. По версии Юрия Жукова, именно первые секретари, которые очень хорошо понимали, чем им грозят альтернативные выборы, развязали террор. Первым к Сталину прибыл Роберт Эйхи, первый секретарь сибирского и западно-сибирского крайкомов и новосибирского горкома партии. А потом и остальные. И все они едва ли не хором говорили об одном. Какие могут быть альтернативные выборы, если повсеместно органы НКВД обнаруживают врагов и заговорщиков, которые только и ждут этих самых новых выборов, чтобы скинуть советскую власть. Сначала нужно ликвидировать этих врагов народа, а потом уже проводить альтернативные выборы. Какое-то время Сталин еще пытался бороться. Одной из интриг того времени стало постановление об амнистии более миллиона крестьян, которые были осуждены по печально известному закону о трех колосках. Его суть была в том, что если крестьянин в те голодные годы уличался в том, что украл с колхозного поля качан капуста или несколько морковок, он за это мог сесть на несколько лет. Провести эту амнистию Сталину предложил Андрей Вышинский. И вот этот вот примерно миллион крестьян, которых освобождал Вышинский в 35-м, в начале 36-го года, и должны были сработать как мина замедленного действия. Именно они должны были обеспечить провал на выборах первых секретарей. Расчет был верным. Посаженные, по сути дела, ни за что крестьяне, получив право голоса, конечно бы не стали голосовать за тех, по чьему приказу они отправились за решетку. К сожалению, первые секретари переиграли Сталина в этой никому неизвестной войне интриг. Сталин оказался перед выбором. Или капитулировать перед первыми секретарями и позволить им расстреливать выдуманных врагов народа в своих областях сколь угодно долго, или сыграть по предложенным правилам. Но сыграть на опережение. Объявить врагами народа не фальшивых кулаков и мнимых вредителей на производстве, а самих первых секретарей. Решено, сделано. Следом за 36-м годом, в котором была принята, но так и не начала действовать в полном объеме сталинская конституция, наступил новый, 37-й. Началась большая чистка. Ну вот, приехали. Опять у них Сталин хороший, а все остальные плохие. Все правильнее, чем считать, что только Сталин плохой. А все остальные разве что не с нимбом над головой. Да, черт ногу сломит в этой нашей советской истории. Эээ, да черт сюда, милочка, даже лезть не решается. Чужие здесь не ходят. 37-й год. Зинаиде Вышинской, дочери сталинского прокурора, который мечет громы и молнии на показательных процессах против Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Тухачевского и прочих, уже 28 лет. Она наверняка знает о тех делах, по которым главным обвинителем выступает Андрей Януарич. И, быть может, даже обсуждает с ним их правовые тонкости. Ведь она сама уже дипломированный юрист и знает значение такого понятия, как презумпция невиновности. Когда человек априори невиновен, пока следствие не докажет обратного. Так было везде и всегда. Но только не в середине 30-х и не в Советском Союзе. И именно Андрей Вышинский подвел под это беззаконие правовую базу, предложив считать этот основополагающий принцип юриспруденции ложным. И даже получил за эту свою работу премию. В 1947 году Андрей Януарич Вышинский получил Сталинскую премию первой степени за свою монографию «Теория доказательств в советском уголовном процессе». Смысл которой заключался в том, что признание своей вины – это царица доказательств. Этим оправдывались все незаконные методы ведения следствия, издевательства, пытки и так далее. Главное было признание вины. Теперь для советских юристов во главе угла должна была стоять не презумпция невиновности, а ее зеркальное отражение – презумпция виновности, которую придумал и обосновал Андрей Януарич Вышинский. Теперь не следователь должен был доказывать вину арестованного человека. Теперь все наоборот. Абсолютно наоборот. Вполне достаточно было, что обвиняемый дрожащей рукой подписывал свое признание в вине для того, чтобы избежать тех ужасов, которыми он подвергался во время следствия. Свою теорию Вышинский отстаивал с пеной у рта. Спорил наверняка и с дочерью. Впрочем, дома Андрей Януарич был совсем не тот, что у себя в прокуратуре, где за ним закрепилась стойкая слава грубияна и откровенного хана. Аркадий Ваксберг, автор, пожалуй, единственной книги о Вышинском, в одном из интервью рассказывал. «После первых своих публикаций о Вышинском я получил множество писем от людей, которые его помнили. И практически все вспоминали поразительную грубость этого человека. Хамством он отличался еще в 20-е годы и когда работал ректором МГУ и в наркомпросе. Всех поражало наслаждение, с которым он унижал подчиненных, коллег, заслуженных, уважаемых профессоров». Когда же корреспондент поинтересовался у Аркадия Ваксберга, не был ли Вышинский с таким характером еще и домашним тираном, тот категорически ответил «нет». Дочь свою Зинаиду он искренне любил, а с женой Капитолиной до самой своей смерти жил душа в душу. Его супруга была очень, скажем так, мягкой женщиной, абсолютно незлобливой и такой абсолютно, знаете, домашней. Пожалуй, наверное, вот эта вот внешняя энергия, которая пульсировала Андрея Юнарыча, компенсировалась вот этим вот миром и покоем, который создавался в доме. И это очень отразилось на их дочери, на Зинаиде. Она росла тихой, добродушной. В школе ее наверняка дразнили дылдой. Зинаида как-то неожиданно выросла очень высокой. Этому удивлялись все. И в первую очередь сами ее родители, которые были ниже среднего роста. Девушки, которые слишком рано становятся на две головы выше своих одноклассников, знают, как это тяжело. Мальчишки смеются. Девчонки хоть и смотрят снизу вверх, но все равно почему-то получается, что свысока. Отсюда неуверенность в себе, неуклюжесть. Образ у него даже до глубокой старости, она ходила с короткой стрижкой, знаете, такой вот немножко пацаненок из-за немножко неуклюжей фигуры. Не то, что неуклюжая, а какой-то вот мальчишеской какой-то фигурой. При этом она была вполне мила и совершенно точно не глупа. Но личная жизнь все равно не складывалась. Замуж Зинаида Андреевна не вышла. Детей у нее так и не родилось. Зато у нее была большая любовь. В этом сходятся все историки. У нее была невысказанная любовь. Не будем называть кому, так как человек был женат. Уже упоминавшийся Аркадий Ваксберг не говорит о том, что избранник Зинаиды Вышинской был женат, зато не таясь называет его имя. Он пишет. Зинаиду Андреевну я хорошо знал. Я был аспирантом Всесоюзного Института Юридических Наук, а она там же старшим научным сотрудником в соседнем секторе уголовного права. Особых открытий в науке не сделала, но в частном общении производила очень симпатичные впечатления. Все они отзывались хорошо, скромные, добрые. Ни для кого не являлось секретом, что ее близкий друг, профессор Николай Григорьевич Александров, завсектором трудового права. Тоже юрист, тоже правовед, профессор, доктор наук. Хотя, впрочем, в юриспруденцию втянула его она, Зинаида Андреевна. До встречи с ней он был музыкантом, художественным руководителем Московского театра Аперетты. Но для нее почему-то, видимо, это было как-то не очень солидно. И уже в зрелом возрасте он становится юристом. Впрочем, это было сделать нетрудно, потому что имя неформального тестя Вышинского, конечно, и ему тоже открывало двери. Кто-то спросит, почему и ему тоже. Да потому что, как говорят, и сама Зинаида слишком многим в своей карьере была обязана отцом. Любопытную информацию о том, как именно протекала ее трудовая жизнь, удалось найти в подмосковной колонне. Старейший адвокат города Любовь Пантелеевна-Вдовина училась во Всесоюзном институте юридических наук в Москве. Там же заканчивала аспирантуру по кафедре уголовного права. А ее научным руководителем была как раз Зинаида Вышинская. Она практически всю свою жизнь поработала во Всесоюзном институте юридических наук. Правда, звезд с неба не хватало и особого слова в науке и юриспруденции не сказала. Но было вполне достаточно, что она Вышинская. Зинаида Андреевна постоянно бывала с отцом в различных воежах. Времени на то, чтобы даже просто прочесть диссертацию аспирантки у нее не оставалось. Заместитель министра юстиции РСФСР Анашкин, начальник Вдовиной, написал тогда гневное отношение в президиум Министерства юстиции о том, что профессор Вышинская необоснованно затягивает рассмотрение диссертации. Понятно, что после этого Зинаида Андреевна получила нагоняй, а как следствие затаила обиду. Любовь Вдовина вспоминала. Она заявила, что если я допустила такую бестактность в ее отношении, она прерывает все наши контакты и выкинула мою диссертацию уборщицы. В итоге Вдовина кандидатскую так и не защитила, зато стала прекрасным практикующим адвокатом. Что же касается Зинаиды Вышинской, то про ее дальнейшую судьбу что-то сказать с определенностью трудно. Один из историков, к которому мы обратились за информацией о Зинаиде Андреевне, пожав плечами, сказал, что поделать, она не была исторической фигурой. Вот и ее отце рассказать можно много, а о ней нет. Обычная жизнь обычной женщины. Карьера состоялась, личная жизнь, напротив, не задалась ничего интересного. Давайте лучше о самом Андрея Януарича. Что ж, давайте. Что такое генеральный прокурор? По конституции генеральный прокурор осуществляет высший надзор за законностью. И если он это не осуществляет, значит, он не выполняет свои должностные обязанности. Мы говорим, что и Берия, и Ежов, Меркулов, Кабулов, и Сталин, и все остальные виновны в организации политических репрессий в нашей стране. А почему-то генеральный прокурор Вышинский как-то так очень тихо и спокойно уходит от ответственности. Знал ли Вышинский о том, что процессы, в которых он выступает обвинителем, сфабрикованы? Знал. Не мог не знать. Знал ли он о том, что показания, которые даются на открытых процессах, в прямом смысле этого слова выбиты из обвиняемых? Даже не сомневался. Так откуда же тот великолепный пафос? Откуда тот искренний гнев, с которым он накидывался на обвиняемых? Варианта как минимум два. Либо он был первоклассным актером, либо искренне верил в то, что эти люди хоть и судимы с нарушением законности, но кару, которую сам Вышинский неизменно для них требовал, расстрел, заслужили сполна. В любом случае свою работу, работу прокурора, Вышинский выполнял с полной самоотдачей. Вышинский здесь прекрасно знал, какая роль отводится подсудимым, какая роль у него самого. И если обвиняемый сбивался или вдруг проявлял строптивость, как, например, Кристинский на процессе права Троцкийского блока в марте 1938 года, вдруг стал отказываться от своих показаний и не признавать вину, Вышинский очень быстро нашел выход из положения. Он прервал тогда Кристинского и стал читать его показания, которые тот давал на предварительном следствии. Несколько часов читал показания, а после перерыва и Кристинский перестал отказываться, потому что с ним в перерыв поработали. Кто-то скажет, времена были такие, жестокие. Какие времена такие и люди. Но так ли это на самом деле? В любые времена порядочность остается порядочностью, а подлость в народе не называют доблестью, просто потому, что так нравится руководство. И в этой связи очень показательная история с дачей Андрея Вышинского. Собственно, дача была не совсем его и даже совсем не его, но... Но давайте начнем по порядку. В 1937 году в числе прочих видных большевиков был расстрелян и Леонид Серебряков. Его жена и дочь отправились в лагеря, а вот дача, которая до этого принадлежала семье Леонида Петровича, досталась человеку, чьи обвинения и отправили Серебрякова в расстрельную камеру. Поговаривали, что она давно приглянулась Вышинскому. Уж очень хорош был вид, который открывался с участка. Случайно ли он зашел сюда или какой-то предлог был к отцу моему. Но мне потом рассказывали уже в дальнейшем, что ему очень понравился участок. Не дача, потому что дача была, как я ее помню, просто нечто такое похожее скорее на сарайчик. Умывальник был во дворе, то есть на дереве, знаете, такой железный были такие умывальники. Так что никаких удобств, ничего. но участок действительно тут красивый, хороший. И вот удивительное совпадение. Как только был арестован Серебряков, тут же появилось в дачном этом кооперативе заявление Вышинского, по которому он писал «Прошу передать мне дачу номер 17, принадлежащую изобличенному ныне врагу народа Серебрякову». Шел процесс и параллельно оформлялись документы на эту дачу. Как только процесс закончился и все были расстреляны, а семья расстрелянного Серебрякова была отправлена в концлагеря, дача перешла в собственность Вышинского. Но особенно противно даже не это. Когда семья Леонида Серебрякова вступала в дачный кооператив, был внесен денежный пай 17 тысяч рублей. Деньги немалые. Так вот, после того, как Серебрякова расстреляли и Вышинский вступил в права пользования участком, он потребовал, чтобы эта сумма тоже была записана на его счет. Чтобы этот денежный пай зачли ему, как внесенный новым владельцем. Вот, несмотря на всю наглость этого предложения, тем не менее, власти его удовлетворили. И пай был засчитан на долю Вышинского. Не стыда, не совести. Господи, да как ему потом на этом месте тяжелось? Ведь, небось, земля под ногами горела. Была бы у него совесть, может быть и горела, а так вряд ли. Холупу Серебряковскую снес, катать же к себе отгрохал и все. Живи, наслаждайся. Но ведь еще как-то соседям потом в глаза смотреть нужно. А зачем расстреливают в затылок? По существу большой террор начался с того списка, который подписал Ежов и Вышинский о расстреле 585 человек. И эти расстрелы, то есть массовые казни, датируются документально 4-5 октября еще 1936 года. То есть по существу Вышинский не только внедрял беззаконие, не только обосновывал теоретически, но и является преступником, именно посылавшим на казнь людей. Зоря Серебрякова после расстрела отца тоже подверглась репрессиям. Она выжила чудом. И только реабилитация, которую провели после смерти Сталина, позволила ей вернуться в Москву. На Николину гору ее пригласили погостить старые знакомые. И во время прогулки ноги сами принесли ее к забору отцовской дачи, на которой прошли счастливые дни ее юности. В 56-м году, когда я сама была реабилитирована, я уже попробовала просто зайти без всяких претензий на дачу, просто зайти и посмотреть, как тут, в этом месте, где проходило мое счастливое, конечно, для меня очень дорогое время детства. Забор, конечно, уже был другим, да и внушительные ворота никак не напоминали те, что ставил ее отец. Но Зоря все-таки решилась позвонить в звонок, который висел у коллеги. Не знаю, была ли это дочь Зинаида или была это жена Вышинского, но она вдруг начала страшно кричать. понаехали тут, убирайтесь обратно, нечего вам здесь сделать. И прямо передо мной захлопнула эту калитку перед девчонкой, которая, в общем, прошла столько испытаний и вернулась с просьбой разрешить просто посмотреть, что тут. Еще была в заключении мать Зори Серебряковой. Не освободился ее муж. Только она сама и ее маленький ребенок к этому моменту получили свободу. А тут такое. Оскорбленной до глубины души Зори мечтать не могла, что когда-нибудь снова станет здесь хозяйкой. Однако справедливость каким-то чудом восторжествовала. Участок вернулся к семье Серебряковых. Что же касается денег, тех самых 17 тысяч, то они так и исчезли. В кооперативе Зори сказали, что их забрал Вышинский, и если она хочет вернуть их, то ей следует обращаться к Зинаиде, дочери бывшего сталинского прокурора. Но Зори делать этого не стала. Это показалось ей неудобным. Так что вне зависимости от того, в какое время живут люди, понятия совесть и порядочность остаются неизменными. Как результат, одним не стыдно присвоить чужие деньги, а другим совестно попросить свои же, даже если они нагло украдены. Я не стала уже дальше этим заниматься, но и рада была, что мы можем здесь жить и радоваться тому, что это опять место, где был мой отец, откуда он последний раз, где последний раз я его видела перед его арестом. Вашинский пробыл прокурором до 1939 года. Сталин в полной мере использовал его ораторское мастерство и юридическую подготовку в ходе громких процессов над видными большевиками. Когда началась рутина, пошла в расход дичь помельче, Сталин Вашинского отпустил во своя си. Андрей Януарич получил пост заместителя министра иностранных дел, а потом и вовсе сменил Вячеслава Молотова, став во главе этого важного ведомства. Правда, министром он был странным. В Советском Союзе почти не бывал, получив практически постоянную приписку КООН. Это, скорее всего, спасло его. После смерти Сталина в 1953 году Вашинского несколько раз вызывали в Москву, но мудрый Ягуарч на эти призывы либо отвечал глухим молчанием, либо придумывал какие-то причины, которые категорически мешали ему воссоединиться с народом и партией на территории нежнолюбимой Родины. Вашинский прекрасно понимал, что с таким знающим и юридически подкованным свидетелем, который прекрасно знал о той роли, которую играли в репрессиях нынешние руководители страны, расправятся тут же, едва он сойдет с трапа самолета. Могли, конечно, убить и прямо в Америке, но был ли смысл идти на такой громкий скандал? Ведь Вашинский здесь, вне всякого сомнения, был фигурой очень заметной. Вашинский много выступал в ООН. И вот говорят, что его язвительные и злобные речи вызывали очень большой интерес у дипломатов, которые находились в стенах ООН. Там такое было, собственно говоря, непринятое. Такого чуда они еще не видели. Был такой случай, когда Андрей Януаревич немножко сбился. Ему не совсем правильно подали информацию и он начал рассказывать точку зрения западных противников. В панике помощник пишет, Андрей Януаревич, это точка зрения противной нашей. Что сделал Вашинский? Обогровел, извинился и начал сначала? Как бы не так. Не моргнув глазом, с прежним напором он продолжил свою речь в том же духе, а потом после драматической паузы подвел итог. Вот точка зрения, которую нам постоянно пытаются навязать. Но правдива ли она? Нет. И продолжил еще на несколько часов речь, опровергающая все, что он сказал перед этим. Причем с тем же пылом, с тем же жаром. То есть словом он владел уникально. Но при этом владение словом еще сказалось в том, что он, пожалуй, единственный, кто в Министерстве иностранных дел мог наговорить ноту, наговорить какое-либо сообщение вот с голоса, то, что называется, и сразу в точной формулировке. Предвоенные годы Вышинский занимается вопросами, связанными с присоединением Латвии к Советскому Союзу. В годы войны он заставляет румынского короля подписать акт о капитуляции Румынии. Он курирует наших прокуроров на Нюрнбергском процессе и на процессе в Токио, где рассматривались преступления японских милитаристов. Его речи в ООН по-прежнему пользуются огромной популярностью, причем особенно ценят их простые американцы. Дело в том, что все речи, произнесенные на заседаниях ООН, пресса была обязана публиковать без купюр. А никто так талантливо и ярко не поносил американское правительство, как Андрей Януарьевич Вышинский. В стилистике именно сталинской агитационно-пропагандистской машины по-моему, лучшего оратора для стен ООН не найти. Это был действительно своего рода инструмент. Когда нет и не хватает аргументов в международных отношениях, то тогда выпускается вот такой своего рода цепной пес. Андрей Вышинский умер в ходе подготовки к своему очередному выступлению. Диктовал уже продуманный текст стенографистке, вдруг осекся и прошептал «Мне плохо». Девушка закричала «Помогите!» Первым прибежал личный врач Андрей Януарьевич, а следом весь небольшой персонал советского медпункта. Вышинский сидел на вращающемся стуле, его рубашка была расстегнута, голова откинута. Его перенесли на диван. Говорить он уже не мог, только хрипел. Когда стало ясно, что дела его совсем плохи, вызвали жену и дочь. Увидев умирающего отца, Зинаида Андреевна закричала «Его убили!» И в этот момент раздался телефонный звонок. Звонил постоянный представитель США в ООН Генри Лодж. «Что у вас происходит?» спросил он прямо. Дежурный дипломат, который подошел к телефону, заикаясь, ответил «Ничего, господин посол!» «А мне кажется, вам нужна медицинская помощь!» Не скрывая иронии, откликнулся американец. То, что у них посольствие к сведению приняли. А вот от помощи американских врачей отказались. Также было отказано в просьбе о вскрытии тела. Американцы обосновали это свое требование тем, что советские врачи, которые пытались реанимировать Вышинского, по американским законам на это не имели никакого права. Отечественные же сплетники были убеждены, на самом деле Вышинского отравили подосланные Хрущевым убийцы. «Конечно, я уверена, что все так и было. Вышинского отравили америкашки об этом узнали и потребовали вскрытия. Хотели Хрущана чистую воду вывезти». «Да глупости. Ну зачем его травить-то надо было? Ладно бы болтать начал, а так ведь молчал, секретов никаких не выбалтывал». «Пока молчал, автору бы говорить надумал». «Тоже верно. В таких делах надо ко всему заранее готовым быть». Обсуждалась еще одна версия смерти Вышинского. Федор Бурлацкий в своей книге «Вожди и советники» написал, что Андрей Януарич застрелился. Но действительности это не соответствует. По всей видимости, основанием для такого рода версии послужил тот факт, что в сейфе Вышинского уже после его смерти обнаружили заряженный браунинг. Гроб с телом бывшего сталинского прокурора доставили в Москву. Вскрытие не стали делать и здесь, а вместо этого тут же назначили похороны, которые прошли в скорбной, но очень торжественной обстановке. «Вышинскому повезло, вот без кавычек даже скажу, он вовремя умер, потому что если бы он не умер в 54-м году, ему неизбежно пришлось бы отвечать за все то, что он сделал в годы сталинских репрессий». А так все обошлось чинно-благородно. Урну с прахом Андрея Януарича Вышинского замуровали в кремлевской стене. Кстати, такой чести ни до него, ни после не удостаивался ни один советский министр иностранных дел. Слева от мавзолея есть табличек Андрей Януарич Вышинский. Так вот закончился его путь. Он не был ни разу как прокурор обвинен в чем-либо, но уже начиная где-то с 57-го года его имя во внешней политике не учитывается никак. Он везде заменяется на слова Министерства иностранных дел, советское правительство, советское руководство. Он исчезает, оставаясь навсегда только прокурором сталинских процессов. После смерти Вышинского о его семье все словно забыли. Вдова и дочь Андрея Януарича продолжали тихо проживать в той же квартире и на той же даче, что и при нем. Конечно, прожили вместе почти 50 лет и прожили действительно в любви и согласии. Что бы ни говорили о Вышинском, никто ни разу даже по злобе не сказал о том, что он был неверен своей жене. Нет, а с кетом он не был. При случае мог хорошенькую секретаршу и палатной коленочке погладить, но делал он это скорее как ценитель истинной красоты, а не как приземленный потребитель. Что же до Зинаиды, то для нее куда большим шоком по сравнению со смертью отца стала правда о нем. После 20-го съезда отношение к Вышинскому вообще изменилось на противоположное, почти 180 градусов. То король право, то вдруг кровавый палач и так далее, и так далее. Правда, репрессии семью не коснулись. Им только было предложено покинуть их дачу на Николиной горе, которую они занимали, и дача перешла в государственную собственность. А потом, как мы уже знаем, вернулась к изначальным хозяевам, семье расстрелянного Леонида Серебрякова. Но тогда, при Хрущеве, пресса, вышкаленная годами сталинского правления, ругала Вышинского как-то сдержанно. А вот во время перестройки журналисты словно с цепи сорвались. В этих публикациях никто не вспоминал о вполне реальных заслугах Вышинского на посту ученого, преподавателя или дипломата. Об этом вообще никто не говорил. Об Андрея Януарича писали только как о прокуроре, кровавой собаке Сталина, палаче и садисте. Писали, что лично чуть ли не сам он участвовал в допросах. Нашлись липовые свидетели, которые рассказывали, как он лично вводил иголки. И все это публиковалось в центральной прессе. Зинаида Вышинская была одна. Некому было поддержать ее, некому спрятать от нее особо злобные публикации. Напротив, всегда находились доброходы, которые подсовывали ей газеты под дверь. Прочтя очередную статью, в которой по ее отцу прошлись как-то особенно талантливо, она слегла. Потом врачи сказали, сердце не выдержало. И на этом успокоились. Да и что было суетиться, если перед ними лежала 82-летняя старуха. Врачи еще заполняли бумаги, которые должны были официально закрепить факт смерти Зинаида Андреевна Вышинской, а соседи уже начали обсуждать насущное. Старушка-то одинокая. Кому квартирка-то достанется. И хрусталь в горке стоит очень неплохой. Короче говоря, обычная смерть обычной советской женщины, которая прожила самую, что ни на есть обычную жизнь. Вот только прошла она в тени человека, которого обычным не назовет никто. И действительно, кому придет в голову думать так об Андрее Януариче Вышинском, сталинском прокуроре, которого скорый на словесный приговор народ неслучайно прозвал Андреем Ягуарычем. Ягуарычем. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ